Ау! Серёжа! Серёжа! Что происходит? Ты чего воешь? Я не вою, Юля. Я, между прочим, пою. И пою, как хаски. Ну, хорошо, поёшь, но зачем ты это делаешь? А, так я прочитал одну интересную статью. Её написали аляскинские учёные. Там, в общем, говорится, что нужно петь, как хаски, чтобы тренировать голосовые связки. О, кстати, хороший ритм. Это лавки-шоу. А у нас в студии лавки-шоу появляется Надежда. Здравствуйте. Её прекрасный Оливер. Привет, Оливер. Привет. Здравствуйте, Надежда. Ну, сразу хочется отметить, что Надежда к нам попала, потому что была очень активной и прислала нам много интересных видео на лавки.лайф. Мы их показывали в эфире, сегодня ещё отдельно посмотрим. Поэтому, друзья, ещё раз всем напоминаем, присылайте нам ваши видео с животными, как вы гуляете, играете, лавки.лайф. Мы их покажем в эфире и пригласим в гости. Вы можете оказаться здесь у нас в студии. Да, Надежда? Да. Круто? Всё очень просто. Ну что ж, давайте поговорим. Раз уж мы начали сразу про таланты, предлагаю посмотреть видео. Он музыкант у вас. Он музыкант, да. В общем, играет на трёх музыкальных инструментах. На трёх? Да. На пианино, на гитаре и на барабанах. Учить начали его с двух с половиной месяцев. Простите, а вы специально для него купили музыкальный инструмент? Ну, пианино у нас было, вот. Так как я занимаюсь музыкой профессионально. А Оливер, ну, просто сел за пианино. Я не знаю, как так получилось. Ну, в общем, как-то он там оказался. Ну, скорее всего, мы посадили, потому что он был маленький. И когда он, кто-то ему туда что-то кинул, он запрыгнул лапками, и получился звук. И я такая, Эврика, мы будем учиться играть на фортепиано. Вот. Ну и всё. И начали ему там давать какие-то вкусняшки. Он начал играть с удовольствием, с огромным просто. Вот такая вот фишечка. С собой нет у вас фортепиано случайно? В кустах. В кустах, рояль в кустах. К сожалению, нет. В общем, играл, играл, играл. Потом у нас случилась одна музыкальная программа, точнее, на телевидении. Точнее, нет. Сначала мы спускались в метро с детьми и увидели, дедушка газетки раздаёт. Дети говорят, мама, жалко, дедушка, давай газетку возьмём. И на первой страничке собачка и, значит, зверовидение. Я думаю, господи, ну... Зверовидение? Зверовидение. Я туда подала заявку. Ну, в общем, из 50 участников 9... Нет, из 50 заявок 9 участников. Там, не знаю, со всей Москвы или области. Три призёра. И Оливер занял первое место. Ого! Вот и победитель! Зверовидение! А расскажите, а как этот конкурс проходит? Расскажите поподробнее, интересно. Выставляли, значит, этот конкурс. Все эти были видео. И у Оливера там этих были видео. А, то есть это в соцсетях страничка? И зрители голосовали. Конкурс был там. И зрители голосовали. Да. Видео, которое вы записали. Да. В итоге его напечатали на первой страничке газеты. А спеть он что-то сможет, акапельное, без инструмента? Нет, он играет. И если когда играет, он чуть-чуть лает. Но это он лает. На самом деле он не поёт. Подождите, ну, фортепиано, да, рояль, но ещё и барабан. Да, барабан. Я пойду поищу что-то похожее на барабан. Ведро, к примеру. Он может сыграть? Может, я думаю. Но нужно что-то вкусное. Ну, вы пока посмотрите, какие есть вкусняшки у нас, а я пойду искать что-то похожее на барабан. Хорошо. Я нашёл ведро. Браво, Серёжа. А я нашёл вкусняшки, которая нужна по вкусу. Так, давайте, я тогда ведро ставлю, а вы как педагог. Оливируш, иди, мой хороший. Барабань. Давай, я держу. Так, я подержу. Оливируша, иди сюда. Барабань. 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 Уже, уже. Я слышу. Молодец. Молодец. Молодчина, шикарно. Я сопротивляю. Ходи как человек. Ходи, на. Ходи как человек. Ходи как человек. На. И барабань как человек. А, ещё, ещё. Оп, оп. Ну-ка. Отлично. Барабань, 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 барабань. Молодец. Молодец. Это был выход на бис. Не, не то слово. Видели, он сам подошёл уже. Я ему сказала другую команду, он подошёл. Молодец. Такие вкусняшки. Молодчина, молодчина. То есть гонорар, это вкусняшка. Да, это вкусняшка. За вкусняшку он сделает всё. Когда он стал уже профессионалом в этом, он уже, если раньше от двери можно было сказать, иди играй на пианино, иди сюда. Он бежал отсюда за пианино, там играл, потом возвращался и получал вкусняшку. А сейчас уже он хочет сразу получить. Предоплата. Да. Аванс. Расскажите, как он у вас появился, как вы с ним познакомились? Значит, у меня три дочери. Полина, Майя и Валерия. В общем, они просили у меня долго три года собачку. Вот. То есть это был какой-то такой момент, когда раньше, если дети бегали такие по квартире маленькие, да, всё шевелилось, и этого хватало. А тут они уже подрослись, каждый сидит за своим столом, и никто никуда не бегает. То есть шевеления нет. Вот. И мне вот просто, ну, в голове что-то такое возникло, что кто-то, что-то должно бегать, мне этого не хватает. Они ушли в музыкальную школу, дети, старшая была дома. Опять ко мне такая подошла с таким взглядом. И я говорю, ладно, давай, всё, я хочу собаку. Садимся в интернет. Самое первое объявление в шесть белых комочках. Ой, вот момент, вот эти. Ой, божечки. Такие пушистые, такие круглые. То есть там вот слёзы, они сами просто. Вот. Ну, в общем, мы выбрали, там было три девочки, три мальчика. Мы выбрали, нам нужен был мальчик, дочка старшая. Говорит, кто к нам побежит, тот и будет наш собакам. Вот. И Оливер к нам пришёл. Вот. Мы его забрали домой, везли на такси уже обратно. Он так плакал. Вот. Ну, всё. И вот сразу, через неделю нам сказали, его можно дрессировать. Мы начали его дрессировать. Жди. Метро. Мороженое. Мозаика. Метрополитен. Мода. Можно. Вот все, кто его уже и видел, и кто и даже не знает, идут по улице, если у них плохое настроение. И тут идёт Оливер. И всё. И женщины, и мужчины, взрослые, и дети. В общем-то, он улыбка. В общем-то, он из-за очень хорошего настроения. Вы не думали включить в этот бизнес-процесс ещё и Оливера? Он пока как сольный исполнитель, пока его песни... А, он пока хочет почитать сам выступать. К своему творчеству ни с кем не делится, да. А какая музыка ему больше нравится? Лирическая, либо он такой всё время навеселее? Навеселее, да. Ну, только больше джаз какой-то такой. Ага, то есть танцевальный джаз. А он импровизатор. Да, импровизатор. Когда мы научили его играть на пианино, он уже совершенно... Я поняла, что он сможет и на барабанах. Как думаете, какой следующий будет музыкальный инструмент? Я не знаю, что там у нас ещё есть. Ну, ты у вас огромный. Арфа, может быть, трунь. Да, да, да. Труньки и сети на то. Творчество — это прекрасно, что он так с вдохновением исполняет. Но давайте всё-таки проверим, как он способен решать задачи, не связанные с творчеством. То есть там он реализовывается прекрасно. Есть один из таких IQ-тестов для собак, когда вкусняшка куда-то прячется, в огромное местечко. Мы можем спрятать, к примеру, под диван. И дальше эксперты начинают наблюдать, как собака вкусняшку достаёт. Если с использованием лапки, то есть вижу вкусняшку, лапкой достаю и съедаю — 3 балла. Если начинаю вот так вот лезть под диван — 2 балла. Если впадаю в ступор и ничего не делаю — 1 балл. Ноль мы не ставим, потому что все собаки талантливые. Давайте попробуем. Да, давайте. Доставайте вкусняшку тогда. Маша, ты тоже плохо спрятал. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Да, 2 балла он получает, потому что он именно мордочкой решил достать. Но размеры позволяют, наверное, поэтому... Можно ещё один балл добавить за скорость. Пошёл по самому готовному пути. Да, и за скорость, кстати. Молодец, Оливер. Чудесные результаты. Спасибо, что вы пришли. Пожалуйста. Вдохновение вам, вдохновение Оливеру, успеха, признания. Продолжайте снимать видео и фото, присылайте их нам на лапки.лайф. Мы будем продолжать показывать в эфире. И платину вам альбома. Спасибо. Спасибо. Пойдёмте. До свидания. Вот он, творческий подход, как занять собаку. Вот. Какой разносторонний. А я понимаю, что вот спектр талантов наших лапок, он безграничен. Вот так прикольно. А мне вообще очень нравится, что хозяева вовлекают в свои хобби своих питомцев. Ну, то есть, чем сами занимаются? Не обязательно там, у тебя свои собачьи дела, а у меня свои человечие. Нет, мы все вместе будем музицировать, играть. Вот ты бы во что вовлёк, Блэки? В своё человечество? В своё человеческое? Ну, не знаю, может быть, всё-таки настанет день, когда она появится в этой студии и на день хотя бы выступит с ведущей. Мы будем очень ждать. С ведущей? Я бы на этом моменте немножечко так... Ну, я думаю, что конкуренция неравна, и я не стану соревноваться с этой красоткой. Таланты, конечно, это здорово. Здорово, что собаки, кошки, да любые животные, они вот так проявляют себя, побеждают в конкурсе, как-то реализуют. Дарят столько добра этому миру. И главное, вовремя их заметить и нужным образом реализовать. Точку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова